МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цитата. Автор недоумевает. А что дети? Хотят ли они расстаться с мамой? В крайне патриархальной племенной культуре Сомали женщина фактически ничего не решает. Журналистка восстает против того, что норвежское правительство поддерживает подобную систему ценностей и призывает общественность обратить внимание на проблему. Несколько тысяч человек вышли в Мадриде на акцию протеста против кориды, пишет газета «Гардиан». Организаторы манифестации из партии защитников животных назвали акцию рекордной по количеству участников. Бой быков является традиционным зрелищем в Испании, но, согласно последним опросам общественного мнения, он пользуется все меньшей популярностью. Только 19% испанцев выступают за сохранение кориды, тогда как 58% полагают, что ее нужно запретить. В ряде испанских городов она уже под запретом. Некоторые из наших вредных привычек могут быть весьма полезны, полагает автор шведского издания Svenska Dagbladet Мария Карлинг, и объясняет, какие именно. Так, у кофе долгое время была незаслужена плохая репутация, но в последние годы появляется все больше исследований, согласно которым кофе – настоящий напиток здоровья. Кофе уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, желчнокаменные болезни и болезни Паркинсона. Полезнее всего пить свежесваренный кофе, поскольку фильтрация уменьшает содержание веществ, повышающих уровень холестерина. Также автор уверяет, что как сериалы, так и компьютерные игры могут стать своего рода умственной тренировкой. Конечно, на них тратится масса времени, но ученые выяснили, что они положительно влияют на внимание и когнитивные способности. Также ученые считают, что положительное воздействие оказывает на человека шоколад. Он содержит своего рода антиоксиданты, которые хорошо влияют на сосуды и свертываемость крови, снимают воспаление, регулируют кровяное давление, хороши для метаболизма в дополнении к тренировкам. Также автор развенчивает миф о ежедневном принятии душа. Цитата. «Ваше тело – это хорошо смазанный механизм. В ежедневном душе нет необходимости. Достаточно принимать его один-два раза в неделю, во всяком случае для здоровья», – считает дерматолог из Университета Джорджа Вашингтона Брэндон Митчелл. Также автор статьи настаивает, не вините себя за прокрастинацию, нельзя сделать все сразу. С некоторыми проблемами можно разобраться, если повременить с решением. Откладывание на потом может означать, что человек общается, находит свою любовь, наводит порядок в доме. А ту прокрастинацию, которая действительно мешает жить полноценной жизнью, можно попытаться заменить полезными привычками. Дает совет автор шведского издания. «Один день в северокорейском зоопарке» провел корреспондент Associated Press. Последний подарок северокорейского лидера Ким Чен Ына жителям Пхеньяна – обновленный центральный зоопарк – каждый день привлекает несколько тысяч посетителей. Их ждет масса развлечений. От таких привычных для зоопарка достопримечательностей, как слоны, жирафы, пингвины и обезьяны, до высокотехнологичного музея естественной истории, где можно узнать о происхождении солнечной системы и эволюции жизни на Земле. Но одна из самых популярных достопримечательностей может вызвать удивление у посетителей из других стран. Прямо напротив вольера гиппопотамов и террариума десятки разновидностей собак – шнауцеры, немецкие овчарки, шицу и сенбернары – выставлены на обзор в собачьем павильоне. Любители собак вздохнут с облегчением, узнав, что клетки для животных просторные и чистые. А таблички рядом с вольерами не делятся кулинарными рецептами, а дают советы о том, как дрессировать собаку и подсказывают, что терпение и доброта работают лучше, чем грубые слова. Цитата. «В этом есть нечто шокирующее для тех, кто привык воспринимать собак компаньонами и домашними питомцами. Но на самом деле псы в вольерах говорят о растущем увлечении собаками в Северной Корее», – пишет автор. Хотя собачье мясо остается привычным блюдом в КНДР, как и в Китае и в Южной Корее, северокорейцы начинают держать собак дома в качестве питомцев. Таких людей пока немного, но их становится все больше. Редактор субтитров А.Семкин